Маша, расскажи про те картины, я не могу определить. Ты мне их описала, я их почувствовал. Ну просто тут целая серия есть, раз, два, три, четыре работы. Можно даже сказать, что когда-то мой друг Игорь Зико устраивал свою выставку в музее оккупации у Хейки Ахагина. Хейки на самом деле очень интересный человек, у которого своя есть цель, но он не строит себе рамки, он выходит за них. И вот просто он сказал, что выставка замечательная, давайте приходите с бутербродами, с водкой, поговорим. И сделали эту музыку. В музее оккупации русские художники очень долго ходили и пытались вызвать какой-то политический подтекст. Но самое главное, что нет, в этом и есть политический процесс. А это единственная картина, которая была в 2004. Мы видели в одной серии, когда там все было взбаламучено, все общество, и у меня в первую очередь также. Но это эмоции. То есть эмоции, в которых с одной стороны хаос, а с другой стороны в каждой картине есть такое, что все будет хорошо. Основа есть. Основа хорошая, положительная есть. И этот хаос, может быть даже хорошо, когда взбалтывают бутылку, и то на дно оседает осадок, тяжелый и хороший. А вот вся грязь, она вспылет. Ее можно будет отделить. В принципе, работа именно так эмоциональная. Так это ты когда? Это за лета седьмого года написала или нет? Это было за полгода написано. За полгода, да? После отреческих событий. У них названия такие, как надежда. Надежда, то есть светлое платье, которое положили в шкаф. И когда вот кажется, что никакой надежды нет, то на самом деле она есть только в шкафу. Просто надо открыть. Она есть. Всегда. Вот здесь тоже лебедь. И вокруг них будет хаос, вороны, которые его клюют. А получается, что вороны, они прозрачные, они плоские. И один единственный лебедь, который вот большой пятно, он единственный из них живой настоящий. Наверное, вот такие образы, образы, образы. В любовь. Прилетела ворона? Украла позвоночник. Очень интересно. А вот это? Мне она очень нравится. Одна из моих любимых. Аллегория на все общество. Ворон, они тоже строят свое общество. Иерархия. Есть какая-то глава, есть его помощники. Все разделены между собой, кто чем занимается. И бывают белые вороны, которых из стаи обычно выгоняют. Но кроме белых ворон, это уже про людей, есть люди, которые просто чем-то отличаются. Про них говорят, что вот везь, а проще. Ну вот ты чем-то раздражаешь, ну попробуй везь, а проще. А он не может, потому что он с рождения такой. Он таким родился. То есть избранная ворона, она запачкана, но запачкана так, что ей не умыться. Ее вот запачкали, прямо крест поставили от рождения. Ну в принципе да, влюбим ее. Мне тоже это как-то не нравится. Да? Я на нее сражал, бацану. Но я бы ее никогда в себе не повесил. Очень малахарично. Не согласна. Олегарично? Олегарично, да. Я знаю, где ее повесить. Ну нет, никакой грусти. Один пиздец. Понимаешь, она в том смысле, что она холодная. Вороны, в принципе, птицы не холодные. Картина холодная. Для меня. Ну, для тебя, у каждого. А вот рядом у меня очень нравится, но очень тепло. Ой, а это было нарисовано просто моментально. Осень. Вышла гулять. Родители дома за городом. Ее живут гулять, а там птицы улетают. И я тоже хочу. И я полетела. Это видно, что она эмоционально очень-очень такая. Причем хорошая искренняя эмоциональная. Мне очень жало, что Анжела себе не смогла прийти. Вот она передавала привет. У нее много там работ. Ее любимая, которая Маргарита, такая коричневая. Которая своя и которая не продается. Вечная. Но ты знаешь, я ее сразу посмотрел, даже понял, что она ешь. Вот она готова с этой. Нет. Но она не продается, правда? Нет. Она своя. Она личная. Любимая картина художника. Может какие-то вопросы? Нет. Пока нет. Пока нет. Понимаешь, что люди просто не ожидали, что я их вылезу еще быстро. Но хотели сесть в нашем любимом Пушкине. А если не хочу Пушкине, то меня не доел. Поэтому я тогда предложил, что давай мы у тебя встретимся. У нас здесь был такой праздник. Мы танцевали. Здесь было очень много моих друзей и музыкантов. Специально приезжал Женя Киммер из Финляндии. Специально на открытие выставки. Я вам большое спасибо за это. То есть мы здесь танцевали, играли. Танцевали на бумаге, на угле. Делали современное искусство. Размазывали ногами фукуши. Вмажали. На масках. Потом это все даже продали на аукционе. Шаг в современное искусство. К сожалению, я не могу показать. Уже продано. Надо было снимать видео. Ну я же не буду этим заниматься. Кто-то это снимал. Я не знаю кто. Я пока видела только день за днем, кажется, фотографии и все. День за днем? А сегодня? Сегодня? Я не знаю. Я не так активно слежу за прессом. Не, почему? Скорее всего, молодежь. Я не знаю. У вас парнишек потом был молодежь. Потом он к Анжеле пришел. Он тоже был. И были еще другие. Я не знаю. Вот видите, это минус общественной работы. Когда все все знаешь теперь. Ну что, теперь вы хотите меня помочь немножко? Ну да. Сядем. Конечно, мы можем здесь. Или... Спасибо. Здесь нормально будет? Да. Хорошо. Тогда садитесь. Ну так нормально. Я не знаю, что мы официально выгляжем. Мне надо было сегодня зайти в российское поскольку. Ну так хорошо. Да. Так понятно. Я не хочу. Угу. Спасибо.